Мы начнем со специй. Ты сюда накладываешь карель, зелень и чеснок. Дальше будем передавать сюда. Здесь у нас идет томатная паста и перцы. Я пока замешаю основные ингредиенты. Капуста, свекло, лук. На столе всевозможные банки со специями и сушеными овощами. Их волонтеры смешивают в тарелки и готовую смесь фасуют по пакетикам. Это борщ и каша. На сегодня капуста закончилась, значит фасовку борща заканчиваем и сейчас расфасуем гречневую кашу с курицей. Рецепт домашних обедов быстрого приготовления нижнекамские активисты нашли в одной из российских групп волонтеров. Решили также поддержать идею и порадовать солдат вкусными обедами. Питаются бойцы, когда придется. Да и пища, как правило, однообразная. Тушенка да сгущенка. Ингредиенты для супов и каши приготовляют сами. Борщ у нас заваривается кипятком. Это полностью готовый продукт получается. Овощи проходят предварительную обработку. То есть мы их чистим, моем, варим. Потом что-то нарезается, что-то натирается и отправляется в сушилку. Процесс сушки овощей не быстрый. Например, зелень сушится 4 часа, а капуста или свекла 10 часов. Также сушат отварную курицу и мясо. Мы хотим отправить свой небольшой вклад ребятам. Пусть они попробуют. Хотим узнать их оценку, хотим понять реакцию. Может быть, после этого к нам подключится большее количество волонтеров, которые захотят войти именно в этот проект. Готовые смеси супа или каши солдатам останется только залить кипятком и настоять несколько минут. Но для того, чтобы показать, как именно солдаты будут у себя в землянках заваривать данные супы и каши, волонтеры зажгли даже окопную свечу. В общем, вот так вот это будет выглядеть окопная свеча. Сверху ставится кружка с сухой смесью и заливается водой. С помощью свечи вода дойдет до кипения. Потом эта смесь настоится в течение 10 минут, и готовый суп уже можно будет употреблять в пищу. В пакетики со смесью волонтеры также кладут порционный майонез, соль и перец. Мы тоже решили попробовать армейский борщ из настоящей солдатской тарелки. Сейчас будем экспериментировать. Ароматный, вкусный домашний борщ, который прекрасно напитает в походных условиях, в землянке. И, собственно, наши солдаты голодными не останутся. Нижнекамские волонтеры одними из первых в республике начали изготавливать сухие супы и каши для солдат. Активисты приглашают присоединиться к ним всех желающих помочь в закупке ингредиентов, либо сушить и фасовать смеси. Найти их можно в группе в Телеграме. Нижнекамск. Поможем, чем можем. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Рафаэль 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 Р